Алё, Тим Кук? Ты щас умрёшь. Даро, бро! Сегодня посмотрим на бюджетник от компании ITEL, а именно S23 Plus с динамическим островом. Ну, здесь это называется Dynamic Bar. А ещё с закруглённым экраном и посмотрите, как оформлен основной блок камер. Красотища! Ляпота! А цена-то какая? Закачаетесь? Возможно, кто-то сейчас скажет, а что это за новый бренд-то такой? Всеми любимый Текна, помните? А Infinix? ITEL из той же бочки. Такая же дочка холдинга Треншин. Причём не новая, с 2014 года существует. Просто до этого специализировалась на африканском рынке. У компании и ноутбуки есть, но в России пока представлены только смартфоны. И они сразу решили зайти с козырей, потому что пусть S23 Plus и бюджетник, но у него есть много интересных решений, которые не встречаются в смартфонах за 14-15 тысяч рублей. Так что давайте посмотрим. Распаковка. Упаковано всё. Приятно, много разных коробочек. Есть чехол пластиковый. Тут же лежит смартфон. Ещё в комплекте кабель Type-C на Type-A. И что меня прям сразу удивило при первом же знакомстве, в комплекте кладут наушники с разъёмом Type-C. Потому что, ну, мини-джека нет. И на этом, походу, всё. Блока зарядки нет. Похоже, что, как и у большинства топовых флагманов, компания ITEL решила не класть блок зарядки в комплект. Да, комплектация, мягко говоря, необычная. Как и внешка у смартфона. Потому что скруглённый экран за 15 тысяч рублей – это редкость. Задняя крышка тоже с круглениями, из-за чего создаётся впечатление очень тонкого смартфона. Реальная толщина у него чуть меньше 8 миллиметров. А вес почти 180 грамм. Держать приятно. В руке лежит превосходно. И здесь вопросов нет. Сверху у нас ничего. На левой грани тоже. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. А вот внизу один динамик. Так что никакого стерео. Порт зарядки, микрофон и слот для две нано-сим-карты. Так что SD-карту не вставить. Но, с другой стороны, здесь 256 гигабайт встроенной памяти. Поэтому, ну, вряд ли кому-то это понадобится. Доступен смартфон, на мой взгляд, в двух самых выигрышных цветах. Потому что мне нравится вот такой вот голубой, как у меня. Он красиво переливается. И ещё есть чёрный, тоже с градиентом, но уже не радужным. Так что, знаете, официально можете называть меня сорокой, которая тащит всё блестящее. Но цвет и дизайн мне по душе. Форма камер вообще бомбическая. Чем-то напоминает Tecno Phantom X2. Так что смартфон выглядит дороже своей цены. Но, как говорил Джейсон Стетхам, нужно быть, а не казаться. И главное помнить, сдавать можно ЕГЭ, а не своих пацанов. Великой мудрости человек. Но вернёмся к смартфону. Экран тут AMOLED на 6,7 дюймов. Разрешение Full HD+. Это 388 ppi. Цветовое пространство 99% DCI-P3. Яркость 500 нит. Хотя я намерил все 800. А отрисовка изображения 60 Гц. Да, многим сейчас подавай 120 или хотя бы 90 Гц. Но у компании был выбор, либо дешёвая IPS матрица из 120 Гц, или хорошая AMOLED матрица, но 60 Гц. Пишите в комментариях, что для вас важнее. А лично я выберу хорошую AMOLED матрицу, потому что мне важны цвета, контраст и Always On. Которые тут, кстати, есть, но неполноценные, всего лишь на 10 секунд. Ну а защищает сие великолепие, Gorilla Glass 5, тоже небюджетное решение. И есть плёночка с завода на экране, наклеенная. Тоже лайк. Сканы располагаются в экране. Срабатывает хорошо, не скажу, что быстро, но ошибок у меня не было. Но если что, есть разблокировка по лицу с анимацией, как у айфона. Правда, надёжности в этом немного. Откроешь свою фотографию на мониторе, подносишь, разблокируется. То есть по фотографиям распознает. Но то, что добавили такую вот анимацию, мне нравится, мне это по душе. Тут и звонки отображаются, и зарядка, и всё. Ни сообщений, ни уведомлений, так что сообщения из Telegram такой анимации не обзаведутся, по крайней мере сейчас. А дальше, ну, всё возможно. Касаемо железа. Здесь стоит восьмиядерный процессор на 12 нанометрах, а именно Unisoc Tiger T616. Графика Mali-G57, оператива 8 гигабайт, с возможностью подключения ещё 8 гигабайт в виртуальной памяти. У которой скорость, да, меньше, но она возьмёт на себя кэш и какие-то простые задачи, где скорость не так важна. А постоянной памяти целых 256 гигабайт UFS 2.0. В Antutu смартфон выбивает 300 тысяч баллов, кушает при этом всего 2% заряда и греется на пару градусов. Хороший результат, хочу сказать. В Geekbench 6 смартфон выбивает 443 в сингл и 1600 в мульте. Ну и троттлинг-тест проходит хорошо, проседает всего на 5% и выбивает 167 тысяч гипсов максимум и 153 тысячи минимум. Слушайте, в целом, неплохой результат, на год-два должно хватить. Касаемо игр, тут тоже всё неплохо, PUBG, Asphalt, Колда, всё тянется на ура. Но если надо, то даже игры посерьёзнее, такие как Genshin Impact, одна из самых тяжёлых игр, идёт, пусть и на минимальных настройках, с просадками, с фризами, но идёт, играть можно. И за час игры смартфон у меня разрядился на 18%, а за час просмотра видео на YouTube через Wi-Fi на 7%, ну и за час в режиме навигатора на 10%. Так что автономность у смартфона хорошая, заряд держит долго, на день-полтора хватает. А кум тут на 5000 мАч, есть быстрая зарядка 18 Вт, но на полный заряд придётся потратить примерно часика-два. Хотя это будет зависеть от вашего блока питания, поддерживает ли он эти 18 Вт. Также есть NFC, MirPay работает, я даже немного завидую. Bluetooth версии 5.0, и если я правильно понял, то смартфон поддерживает 3, 38 и 20 бенды. 7 нет. Так что там, где операторы используют только 7 бенд, может быть проблема с 4G. 3G будет работать всегда. В принципе, 8, 20 и 38 должно хватить для нормальной работы. Работает смартфон на базе Android 13 с оболочкой ITAL S13, визуально она похожа на ту же самую HiOS, понятное дело почему. Работает неплохо, хотя я замечаю некоторые поддёргивания в анимации, но для смартфона за 15 тысяч это норма. Есть клонирование приложений, отлично. Также есть запись звонков автоматическая и смарт-панель. Переходим к камерам. Основной блок здесь пусть и массивный, но здесь всего один полезный модуль. На 50 мегапикселей с диафрагмой 1.6 им есть автофокус. Второй это TOF сенсор для портретного режима. Ну и рядышком вспышка. Фоточки получаются неплохими, немного не хватает динамического диапазона, но днём вполне можно получить хорошие фотографии. При недостаточной освещенности, понятное дело, всё поплывёт, и цвета, и диапазон, и шумы, всё это будет, но учитывая цену, норм. Со своей задачей смартфон полностью справляется. Ну а фронталка здесь на 32 мегапикселя, портретный режим уже чуть хуже, но фоточки норм. И у фронталки есть вспышка. Ну а видео смартфон записывает максимум в разрешении Full HD+, при 30 кадрах. Как видите, картинка немного трясётся, но здесь есть режим максимальной электронной стабилизации. В целом, цвета вроде норм, цветопередача, звук, оценивайте в комментариях. Подводя итог, что можно сказать? В первую очередь, акцент был сделан на дизайне и на экране, чтобы смартфоном было эстетически приятно пользоваться. Прикольно, что компания попыталась реализовать динамический бар, нужно только побольше сценариев этому придать. Ну а по железу, конечно, хотелось бы что-нибудь помощнее, но в принципе смартфон хорошо вытягивает все ежедневные задачи. 8 гигабайт оперативы и 256 гигабайт постоянной памяти очень даже неплохо. Но в целом, да, хотелось бы что-нибудь типа Helio G99 и 400 тысяч баллов в Antutu. Ну и, конечно же, зарядочку в комплекте. А в остальном норм, 5000 мАч аккумулятор, основная камера 50 мегапикселей, тоже отлично. И Full HD+, AMOLED-экран. Но да, мы уже привыкли к повышенной герцовке, и все сейчас хотят 120-90 Гц, хотя те же самые 60 тоже норм. И не каждый видит разницу между 60 и 90 Гц. Так что, если смартфон вам понравился, то переходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь. Ну а у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорой встречи, друзья. Пока!